Здравствуйте, уважаемые подписчики страницы РСМД в фейсбук. Мы сегодня начинаем наш пятничный прямой эфир традиционный. С нами сегодня в эфире Антон Юрьевич Уткин, эксперт по химическому оружию, автор российских технологий уничтожения химического оружия. Собственно говоря, я думаю, повод, по которому мы позвали Антона Юрьевича к нам в студию всем очевиден. Это делала Сергея Скрипаля, который в последнее время нисходит со страниц СМИ. Очень много противоречивой информации, в том числе в связи с последними деталями, которые озвучивались о том, что якобы Сергея и его дочь отравили через дверную ручку и так далее. Антон Юрьевич в связи с этим хотели вас спросить о том, что же все-таки это возможно могло быть за вещество и был ли это новичок и что вообще такое новичок. Ну и как бы скажем так, что это в принципе было скорее всего. Добрый день. Я хочу сказать, что когда мы начинаем вести речь о новичке и говорить, было ли это отравление новичком или не новичком, нужно иметь в виду два следующих момента. Первое. То, что Скрипали были отравлены новичком, это известно пока только из заявлений официальных лиц Лондона. Второе. Все, что нам известно о новичке, это из книги, которую написал Вил Мерзоянов, перебежчик из России, Соединенные Штаты, который в 90-м году опубликовал статью о наличии таких веществ у России, а в 2008 году выпустил книгу. Я видел эти восемь формул, которые он там привел, касающиеся новичка. Что хочу сказать? Ну, во-первых, все рассуждения Мерзоянова являются крайне противоречивыми. То он говорит, что, значит, это было, этот новичок стоял на вооружении советской, а потом российской армии. То он говорит, что он сам не знает, как сделать из этого новичка оружие. Значит, то он говорит, что эти вещества легко синтезировать. То он говорит, что только Россия может быть причастна к преступлению против Скрипалей, потому что только российская лаборатория может синтезировать эти вещества. Ну и так далее. Я могу продолжать этот список. Он достаточно длинный, но нужно иметь в виду, что никакой, скажем так, четкой структурности в его рассуждениях нет. Это, во-первых. Во-вторых, мы не имеем ни одного документального свидетельства относительно того, что такой новичок существует. Но самое главное, это то, что такой новичок или такие формулы никогда не стояли на вооружении советской или российской армии. Дело в том, что постановка отравляющего вещества на вооружение армии как вид химического оружия, это настолько масштабное мероприятие, что совершенно невозможно его скрыть никоим образом. Я уже не говорю о том, что в 90-е годы Россия была настолько открыта, что ни один секретный объект не избежал участи быть посещенным западными специалистами. Я уже не говорю об огромных средствах, которые на это надо выделять. Таким образом, сегодня все, что мы знаем о новичке, это из книги Мирзаянова. Информация крайне скупа. Мы знаем, что это фосфорганические вещества, по его высказываниям. Я сам видел эти формулы, они ничего особенного не представляют. Могу сказать, что любой грамотный химик может синтезировать такие вещества. Ну и в качестве подтверждения я могу сказать, что в 2016 году иранские ученые синтезировали пять соединений из этого перечня, проанализировали их и информацию передали в Организацию по запрещению химического оружия. То есть этот факт, он не просто, так сказать, статья написана, а спектры, масс-салитивные спектры этих соединений, переданные в Организацию по запрещению химического оружия. То есть это является абсолютным фактом. То есть есть страны, которые производили новичок, и эти страны не были России. Теперь, что касается отравления. Ну, утверждается, что это отравляющее вещество нервно-паралитического типа. Если это вещество эффективное, то поражение, как правило, нервно-паралитическими отравляющими веществами, в особенности, если это вещества боевого класса, они наступают в течение секунд или минут. Это важно, потому что боевые отравляющие вещества не должны оставлять времени личному составу противника на то, чтобы предпринять какие-то меры. Одесса в средства защиты, применить антидоты и так далее. Но при этом нужно иметь в виду, что отравляющие вещества, даже боевые, такие как зарин, заман, викс, для того, чтобы нанести существенный урон живой силе врага требует создания так называемых боевых концентраций. То есть, массированное введение по определенной площадке, где находится личный состав врага противника, массированный огонь с помощью химических боеприпасов, таким образом, чтобы концентрации, которые создадутся отравляющими веществами, гарантированно могли убивать солдат противника. Но даже при этом, при самых лучших раскладах считается, что при проведении химической атаки поражение больше 50% личного состава, как правило, не предусматривается при введении войны с хорошо экипированным, грамотным соперником. В любом случае, если мы перейдем к отравлению скрипалей, мы понимаем, что вряд ли кто-то создавал боевые концентрации в том месте, где находились скрипали. Вам для примера могу просто вот дать такие варианты. Скажем, как был убит брат Ким Чен Ына. К нему подошла женщина и приложила к его лицу платок или какую-то там тряпку, ветошь, не знаю, что это было, смоченную отравляющим веществом типа ВИКС. То есть, вот какой должен быть контакт у человека в обычных условиях, чтобы это привело к его смерти. Если это было отравляющее вещество, по своим свойствам аналогичное отравляющему веществу типа ВИКС, то, безусловно, нужен был такой же контакт. Нужно понимать, что мы не знаем, был это ВИКС или это было какое-то другое вещество. Но если, например, скажем, то вещество, которым пытались отравить скрипалей, было кристаллическим, то есть было не жидкостью, а кристаллическим веществом, то это еще больше усложняет, значит, задачу сделать так, чтобы отравляющее вещество попало в организм скрипалей. Однако, мы понимая, что сержант, который подошел к скрипалям, чтобы оказать им помощь, тоже получил отравление, мы можем с вами сделать четкий конкретный вывод, что отравление наступает в очень короткий промежуток времени после контакта с отравляющим веществом, поскольку сержант контактировался с скрипалями только когда находился с ними в парке. Таким образом, мы говорим о минутах. Через минуты человек уже начинает демонстрировать признаки поражения. И сержанта тоже забрали вместе с скрипалями в госпиталь. Значит, таким образом, мы можем совершенно точно с вами быть уверенными в том, что отравление скрипалей произошло в парке и нигде бы то ни было в другом месте. Почему? Потому что, если бы ручка двери, багаж скрипалей или какие-то другие домашние вещи, или, например, скажем, вентиляционные системы автомобилей были бы заражены отравляющим веществом, которое причинило им отравление, то мы-то с вами знаем, что сержант никакого отношения к этим всем местам не имел, он не был в них дома, не рылся в багаже Юлии Скрипаль, не сидел с ними в автомобиле. Единственное место, где он имел контакт со скрипалями, это в парке. Таким образом, можно однозначно считать, что именно в парке произошло отравление. Вся информация об отравляющих веществах, которые были найдены где-то в других местах, никакого отношения к отравлению скрипалей не имеют. Либо это информационные вбросы, либо это речь идет о том, что кто-то подбрасывает отравляющие вещества в другие места, либо с целью сбить следствие с толку, либо для каких-то еще целей. Спасибо большое за очень подробное и интересное разъяснение, Антон Юрьевич. А вот еще, собственно, один из нюансов, который мы хотели обсудить, это то, что там, ну, в частности, я-то понимаю, что это идет из книги Вилла Мерзеянова, но британская сторона активно, как бы, да, интеллирует тему о том, что по составу вещества можно следить некий почерк лаборатории, где она была разработана. Вот скажите, пожалуйста, насколько это действительно так? Действительно, в средствах массовой информации все время муссируется вопрос о том, что по этому веществу можно будет определить, значит, произведено оно в России, либо где-то еще. Я должен сказать, что технически такое утверждение неграмотно, вот, но политически это утверждение является вредным, потому что это позволяет тем же самым, той же самой британской стороне просто-напросто сказать, мы определили почерк российской лаборатории, и не будут никаких доказательств приводить, скажут, ну, вот видите, вот в России сами, так сказать, люди говорят о том, что в российской лаборатории есть почерк, а мы его определили. Идите потом разбирайтесь и доказывайте что-то. Итак, давайте разберемся в этом вопросе. Каким образом можно сделать выводы о веществе? Все выводы можно сделать на основании его состава. Вещество никогда не бывает стопроцентным, мы видим там основное вещество и целый ряд разных примесей. Примеси образуются в процессе производства этого отравляющего вещества, а также привносятся туда с исходными реагентами. Это, кроме всего прочего, это может быть, например, скажем, катализаторы, которые используются для проведения химических реакций. Ну, или, например, скажем, металлический реактор может добавить там небольшие какие-то примеси металла или что-то еще. Теоретически вот подобного рода загрязнения, или мы говорим примеси, могут там существовать. Но нужно понимать одну простую вещь. Если две разные лаборатории изготавливали одно и то же отравляющие вещества по одной и той же технологии с использованием одних и тех же реактивов, то отличить эти два вещества будет практически невозможно. У них будет только чуть-чуть варьироваться концентрация этих примесей. Но не более того, точно так же, как, например, на одном и том же заводе производится какой-то продукт химический, и мы знаем, что концентрации веществ и примесей должны находиться в определенном диапазоне. Все, что выходит за рамки этого диапазона, это некондиционный продукт, его нельзя продавать. А все, что в рамках этого диапазона, может продаваться. То есть даже на заводе, где технологии одна и та же, одни и те же реагенты, тем не менее варьируется немного состав. То же самое будет и с двумя лабораториями. Если одна и та же технология, если одни и те же реагенты, то отличить два этих продукта совершенно невозможно. Однако, есть, конечно, какие-то возможности отличить два отравляющих вещества друг от друга. Каким образом? Если отличается их технология. То есть, например, если, скажем, использовались для изготовления этого вещества два разных реагента, ну, например, для получения фторангидридов могут использоваться фтористый водород, может использоваться там различные фториды металлов, фтористый натрий, фтористый калий и так далее, то для фторирования, а фторирование очень важно для получения нервно-политических отравляющих веществ, потому что это одна из стадий их получения, то тогда примеси, в зависимости от использования реагента, будут разные. Таким образом, если у вас есть образец из какой-то лаборатории, с которой вы хотите сравнить, и вы видите образец, например, скажем, которым поразились люди, вы проанализировали его, проанализировали стандарт из лаборатории, которая его производит, и вы увидели, что там примеси одни и те же. Вы можете сказать с достаточной степенью уверенности, что эти два вещества получались по одной и той же технологии, но уверенно говорить о том, что они получены, оба они произведены ровно в одной лаборатории, вы не можете. Сила аргумента о том, что это может быть изготовлено в одной лаборатории, появляется только тогда, когда у вас есть другие убедительные доказательства, которые говорят, что вещество, например, скажем, было привезено из этой лаборатории, вы знаете человека, который привез, вы его отследили, у вас есть точные данные относительно того, как, кем это было сделано, вот ампулы, в которые он это вез, вот кто ему налил, вот камера зафиксировала эти данные, тогда вы, имея всю эту цепочку безусловных доказательств, можете сказать, что, ну, кроме всего почвы, еще и состав у них одинаковый. Тогда это в суде может быть принято. В противном случае это принято не будет. И мы-то с вами понимаем, что никаких свидетельств у Великобритании о том, что это такая-то лаборатория в России произвела это отравляющее вещество, на камеру было снято, как передали это вещество, кто его вез, где эта ампула, где этот человек, ничего этого сегодня у Великобритании нет. Поэтому мы можем считать, что это голословное утверждение. Кроме того, если бы у Великобритании были такие данные, то она могла бы потребовать инспекции по запросу. Это сильнейший инструмент Конвенции по запрещению химического оружия, который позволяет подтвердить, что страна ведет какие-то нелегальные, незаконные действия по производству химического оружия. И в этом случае Россия была бы унижена, так сказать, самым, что ни на есть, таким серьезным образом в глазах мирового сообщества. И наложены были страшнейшие санкции. Самые страшные санкции могли бы быть наложены, включая Советные безопасности. Однако, поскольку таких запросов никто не делает, понятно, что и информации подобного рода, конечно, у Великобритании нет. Спасибо большое, Антон Юрьевич. И вот тогда, собственно, наверное, наш такой заключающий вопрос. Что же в данной ситуации нужно делать России? Какие неры предпринимать? Ну, понятно, что наши политические ведомства будут делать соответствующие шаги политического характера. Но мне представляется очень важным, чтобы Россия всеми имеющимися способами донесла до мировой общественности именно техническую составляющую данного вопроса. Вот приблизительно то, что мы с вами сегодня обсуждали, что невозможно определить из какой-то лаборатории. В тот факт, что есть страны, которые занимались производством веществ типа «Новичок», этот факт сам уже по себе говорит о том, что эти вещества могли поступать из разных стран. И здесь очень важно, чтобы кроме политических аспектов от Великобритании были затребованы разъяснения, на каком основании Великобритания сделала те или иные выводы. Когда будут получены результаты анализа инспекторами ОЗХО, я полагаю, что они будут переданы Великобритании, но я полагаю, что и Россия не только потребует их, но и имеет право получить результаты этих анализов. Почему? Потому что Россия является обвиняемой стороной. И я не вижу, каким способом Организация по запрещению химического оружия может не передать такую информацию России. После этого Россия должна очень тщательно проанализировать эту информацию и посмотреть, какие примеси могут содержаться в этих образцах. Может быть, увидеть там такие примеси, которые могут свидетельствовать об использовании каких-то реагентов, которые, например, не характерны для территории России. Может быть, еще какие-то признаки, которые говорят о характере этих образцов. По ним нельзя будет сказать, кто это сделал, но определенные выводы относительно характерности каких-то реагентов и характерности примесей, например, скажем, для России или для Великобритании, или для Ирана, или еще для каких-то стран, сделать можно будет. То есть это в любом случае вопрос для обсуждения. После этого Россия в соответствии с конвенцией имеет полное право запросить у Великобритании разъяснение по этому вопросу. И Великобритания обязана в соответствии с конвенцией в 10-дневный срок представить эти объяснения. Если Великобритания их не предоставит, или Россия будет не удовлетворена этими полученными объяснениями, она может потребовать внеочередной сессии Исполнительного совета организации, где она может выступить со своей точкой зрения, разъяснить технические аспекты, значит, вот этого преступления и тех материалов, которые получены, и довести их до мировой общественности. Если же и результатами Исполнительного совета России не будет удовлетворена, то она может потребовать внеочередной сессии конференции стран-участниц организации по запрещению химического оружия. Это более 190 стран. И там донести свою точку зрения. Таким образом, Россия может нанести определенные удары по слабым местам Лондона. Какие слабые места? Это отсутствие четкой и ясной технической логики в обвинениях России и нежелание идти по тому механизму, который предусматривает международное законодательство, а именно Конвенция по запрещению химического оружия. И Россия может, тем не менее, продемонстрировать отсутствие этой технической логики у Лондона и, второе, выполнить все это с использованием международных правовых норм. Спасибо большое, Антон Юрьевич. Мне кажется, это было очень интересно. Может, один из самых наших интересных прямых эфиров. Если вам интересно и более подробно узнать, что такое новичок и так далее, про российское химическое оружие, то мы рекомендуем вам обратиться к статье Антону Юрьевичу, который у нас есть на сайте. Там очень-очень все подробно расписано. Ну и ждем вас на наших будущих эфирах. Будем рады, если вы будете нас смотреть дальше. Спасибо. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok